Доброе утро Полтава! Доброе утро Полтава! Доброго ранку, доброе утро! Сегодня у нас в гостях Наташа Дьяченко, значит, ведущая ранок на Лтаве, очень известная, симпатичная девушка. Так, для начала пожелай что-то полтавчанам. Доброго утра хочу пожелать. И шла на интервью, задумалась, что многие вещи, красоту вокруг мы воспринимаем вокруг себя как должное. А, наверное, так не должно быть. И мне хочется, чтобы каждое утро мы, выходя на улицу, поднимали голову, не забывали смотреть на то, какое красивое небо чистое над нами, на то, как это красиво контрастирует с зелеными деревьями. Наташа, ты ведешь тоже утреннюю программу, то есть у вас эфиры ежедневные, получается? Ну, как бы мы работаем либо по неделе, либо по две недели. Рано вставать приходится? Ну, то есть это на регулярной основе, да. Как у тебя с ранним подъемом? Потому что у меня это очень проблематично. Мне кажется сейчас, что мне уже проще проснуться в полпятого и быть уже в строю, чем в обычный рабочий день, когда я не на эфире, я просыпаюсь где-то в шесть, в начале седьмого. Сразу привыкла? Нет, нет, не сразу. Какое-то время пошло на адаптацию. Расскажи про самого яркого гостя, который вот у вас был в эфире. Все гости по-своему яркие, но... Запоминающиеся. Все гости — это всегда счастливые люди. И когда приходит счастливый человек, ты это всегда ощущаешь. Много было ярких гостей. Запоминаются, конечно, интервью, ну, так звание, в Зеркове, да, когда это такие всеукраинского масштаба публичные личности, скажем так. А смешное что-то? Смешное. Вообще всегда много смешного, да, происходит. Но это, как правило, да, сопряжено с тем, что ты что-то смешное услышал или увидел. У тебя где-то это появилось, ты это видишь, другие нет, и тебе хочется посмеяться, а нельзя. Ну, куча смешного бывает. Не, у вас там в студии, я знаю, бывало. Какие-то, возможно, вот при записи, знаешь, там, раз, два, три, начали, а тут все раз и забыли, что... Ммм, пожалуй, нет. То есть у вас работа отлаженная? Вот это в прямом эфире чаще что-то такое, что вызывает смех и положительные эмоции, и улыбку. Это просто заряд, который может давать гость или партнер тебе, какая-то шутка. Но, в принципе, я сторонник того, что нужно готовиться ко всему. Ну, а если это запись, и мы знаем, что есть дубли, 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 то тут уже, конечно, возможны какие-то моменты, когда, ну, ты расслабившись, знаешь, что можешь перезаписать, и где-то сам уже, может, провоцируешь какую-то шутку. У нас запись, но без дублей. Понятно. Мы работаем так, да. Я вот люблю за это прямой эфир, потому что это очень быстро приводит в тонус, и ты где-то вот внутри себя, ты знаешь, что ты не перезапишешь. И когда к нам приходили актеры, театралы, они часто сравнивали в своих разговорах наш прямой эфир со сценой, где им приходится иногда, чтобы вырулить из какой-то ситуации, импровизировать, и зритель этого не замечает, и вот они уже, вот как-то вот они выруливают из этого, так должно быть, и все. Наташа, а вот вы сталкивались с политиками в своей работе? Я вообще такой аполитичный человек, и я предпочитаю даже не говорить о том, в чем я должным образом, на мой взгляд, не разбираюсь. Но вообще с политиками сталкивались? Я не припомню этого в своей работе. Серьезно? Боже, как хорошо. Я за себя говорю, за себя. Вот, выбираем один позитив, да? Ну, у каждого человека есть какие-то моменты грусти, да? Не могу сказать, что там хожу постоянно. А все-таки в новости, разумеется, смотришь. В новости смотришь, да. Частично. Какие-то выводы делаете? Какие-то выводы делаешь, да. А, вслух? Ну, вот последнее, тарифа. Ой, нет. Больная тема, Саша всех спрашивает. Еще такой вопрос. Вот многие люди, даже работая на телевидении, не смотрят телевидение в основном. Вот у меня много знакомых, которые работают на телевидении, они, ну, в силу своей работы, то, что надо посмотреть, могут учить. Все остальное они не смотрят. А, как в вашем случае? Я смотрю телевизор. А какой канал? Разные каналы смотрю, честно. Ну, скажем так, развлекательные, новостные? Больше развлекательные. То есть, все-таки новостные перегружают, да? Загружают, я бы сказала. А вы, ну, вот у меня отношение к телевизору, честно скажу, я стараюсь тоже развлекательные смотреть, в частности, ваши передачи смотрю, они не грузят. Вот, я вообще называю уже в последнее время телевизор открыто зомбоящик. То есть, независимо от того, какие каналы это, ну, у меня американских каналов, например, нету, и российских, да, украинских, но я вижу, что происходит зомбирование, как вы считаете? Это мое мнение, а ваше? Зомбирует ли нас телевидение? Ну, если мы позволяем чему-то происходить, значит, мы этого хотим, наверное. Даже как-то согласна с этим. Мне кажется, если нет, то нет. Всегда надо как-то, наверное, отстраниться, смотреть, стараться смотреть со стороны. Не смотреть ток-шоу, не смотреть новости, а смотреть комедии и мультики. Если даже ты посмотрел какое-то ток-шоу, то, ну, позволил себе это сделать, ну, посмотрел, а что это вообще транслируется, например. Даже вот так вот как-то. Ну, как-то легче стараюсь к этому относиться. То есть, я хочу вот так спросить. Телевидение, задача телевидения все-таки доносить новости или же все-таки развлекательство? Информирование, Саша. Информация. А вы уже воспринимаете ее, интерпретируете? Включаем канал, который нам нравится, и тогда уже воспринимаем. И воспринимаем информацию, и каждый воспринимает индивидуально. Какую музыку вы любите? Разную, любую. Кстати, когда пришла на радио, первое ощущение было «Вау, класс!» Я могу ставить всю свою любимую музыку. А как оказалось? Пришла на отборочный тур, я услышала объявление. Вот это давно было. А месяца через четыре это чувство пропало, потому что любимой музыки стало больше, 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 больше. И я поняла, что я люблю всю музыку, но под настроение. Я люблю любую музыку, где есть мелодия. Вот где ее нет, это какой-то там жесткий рок. Может быть, я просто не понимаю ее. Все остальное я понимаю. А какая больше нравится нынешняя или более старая? Ой, да все, не могу так сказать. Даже не делится. Даже не могу поделить. Вот вчера, я помню как-то, мне почему-то запомнился этот период, там, пятый, шестой класс моего детства, и была, ну, бешено популярная группа «Продиджи». И вот в том возрасте, конечно, я не могла вообще воспринять и понять эту музыку. Я видела, что там однолетка ведь всего... Солонеть. Так, а я не. А вот вчера я увинкнула, послухала и зрозумела, что я там речики бы, я зараз послухала и все. Ну, вот так вот отбывается, не знаю. Багато я чего не подобается. Вот Саша сейчас делала интересную штуку, новую. Под нашим эфиром ставит музыкальную программу какую-то. Можешь заказать музыку сегодня. Музыку? Да, какую бы ты хотела послушать, чтобы вот с тобой, рядышком. Вот первое, что мне сейчас пришло на ум, мне очень нравится украинский коллектив «Даха Браха». Вот «Даха Браха» поставил какой-то. Я просто люблю очень эту музыку. Поищем. Да. Хорошие ребята мне тоже нравятся. «Калина моя, Калина моя, это круто». И они так смешаны несколько стилей, но такое этно... Замечательно, согласна. А какие еще из украинских групп вам нравятся? Ну, так что, действительно, ну, я думаю, что «Океан Эльзы» сейчас не будем обсуждать. Зачем бы взяли мой ответ, сказали сейчас. Ну, хорошо. А ну, дела? Так. Как-то тоже в последнее время вот так слушаешь радио и отметил для себя, о, это мне нравится. Интересно. Хорошо. Хотя, может, раньше на этом не зависал. Ну что, Сашенька, ты сегодня погоду смотрел? Да, погоду смотрел. Ты без планшета или с планшетом? Где мой этот термоядерный планшет? Опа! Так, ясно. В 12 малооблачно, в 18 небольшой дождь. А я смотрела, только гроза была. Ну, вот, дело в том, что июль вернулся, лыпень. Мы должны чувствовать дальше, что есть лето. Да? Я начинаю замерзать уже. Не, с утра вообще там 16-18 было, но уже, я уже, он, не отлично выгляжу. И завтра то же самое будет. Ну, посмотрим, что будет завтра, а и то, что будет сегодня. То есть, теплый дождь, бегаем по лужам и радуемся. Да, не брезгуем, это летний дождь. Летний дождь начался сегодня рано. Лужи чистые выбираем. Да, лужи чистые, босиком, красиво. Наташа, я надеюсь, что вы попадете сегодня под короткий дождь в 18.00. Я не сомневаюсь, потому что зонтик я сегодня оставила дома. То есть, есть шанс попасть. Это было бы интересно вас встретить в городе, шлепающей по лужам, по теплым летним лужам. Было бы здорово. Это так классно. И Саша с камерой за Наташей. Хорошо. Будем ловить, будем ловить. Ловите. Спасибо вам за приятную беседу, за вкусную кофе. Еще раз доброе утро. Доброе утро, Полтава. Всем удачи, хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok